Девушки отдыхают Сегодня окунуться в мир красных галстуков, речевок и утренних горнов нам помогут Отсана Кузьминична, Синявская, член Бюро Городского Совета Московской Городской Пионерской Организации Олег Куманов, редактор приложения «Юная Москва» в газете «Пионерская правда» И Наталья Комарова, координатор программ детского лагеря «Кит-клуб» Здравствуйте! Здравствуйте! И начнем мы, пожалуй, с речевок Вспомните, пожалуйста, каждый по самой любимой речевке из вашего юношества, наверное «Октябренок не забудь, в пионеры держишь путь» Олег, вы помните что-то? Ну, я не то что помню, просто поскольку часто приходится писать о пионерах Дружим с пионерской организацией Поэтому какие-то речевки я слышу, вот что-то запомнил «Звено шагает дружно, никто не отстает, и бодрой песню дружно, кто знает, тот поет» Отлично! Отлично! Наталья? Завершающее! «Руки к штурвалу, помусы к солнцу, нам высота не помеха, вместе дерзаем, вместе шагаем, ребята 20 века» Очень отлично! Хочется сделать вот так! И бодрое начало передачи! Хорошо, вот пионер означает первый Скажите, вот в чем первые вы и ваша организация? Ну, наверное, нельзя так прямолинейно относиться к тому, что пионер – это первый Потому что, если брать название, оно историческое Оно происходило от первой ступени скаутов, которые были в России История пионерства, она связана напрямую со скаутингом А на сегодняшний день, наверное, это первые в стремлении делать что-то полезное Первые в стремлении раскрыть свои способности Первые в попытках протянуть руку товарищу и другу Вот, собственно говоря, где-то так Мне кажется, вы рассказали о каких-то основных принципах деятельности пионеров Да, вот каких-то таких может быть? Ну, не столько деятельностей, сколько принципов существования самоорганизации Конечно А почему возникла необходимость в создании пионеров? И почему именно пионеры, а не скауты? Ну, наверное, потому что существуют и пионеры, и скауты И, кстати, мы дружим с московскими скаутами Пионеры, наверное, тоже стала традицией для нашей страны Потому как 80-летняя история она была, есть ее не вычеркнешь И те ребята, которые 20 лет назад принимали решение о том, что организация должна существовать Пионерская организация Они именно склонялись к мысли о том, что это традиция русская О том, что в истории пионерской организации есть много славных страниц Которые не хотелось бы зачеркивать И пионерская организация не учит ничему плохому И не дает никаких плохих навыков Да, она модернизировалась в современной реальности, в современной действительности Она очень изменилась Но принципы остались, в общем-то, те же Хотя она перестала быть политической Хорошо, Олег, вот вы работаете в газете, которая пишет о пионерах Относится к пионерам вообще молодежной жизни Как вы сами относитесь к пионерам? И хотели бы вы быть пионером, если не застали то время? Ну, знаете, я пионером не был, но я был в поездке, в командировке, в гостях у башкирских пионеров И вот так получилось, что я стал почетным пионером Башкортостана Ну вот, у них очень необычный галстук Вот они действительно, вот так все равно рассказывают Пионеры очень разные И даже по внешнему виду А какой у них внешний вид? Какой у них галстук, капюшина? У них, ну вот, у них на галстуке, конечно, присутствует и красный цвет И цвета Улей золотой цвета, желтый Да, да, да Поскольку это край медовый, конечно, у них там, да, да Улей и символ башкирских пионеров – это пчелка Так что очень ребята разные, интересные Всегда вот интересно писать, рассказывать о пионерах Сейчас был юбилей Совсем недавно пионерская организация отметила 90 лет И мы готовили целый выпуск, посвященный пионерской организации Было приложение «Юная Москва», вот в котором я непосредственно работаю Это целиком и полностью мы готовили вместе с ребятами С инструкторами Московской городской пионерской организации На страницах самой «Пионерской правды» прозвучали приветы от пионерских организаций разных регионов То есть вы пытаетесь на площадке своей газеты как-то объединить пионеров из разных регионов? Конечно Вот звучит, да, вот именно разные, разные регионы Пионеры в разных регионах, у них разная символика у всех, да, может быть Не обязательно так, традиционный цвет Нет, на базе традиционного красного галстука, который остался общим и единым Это могут быть нашивки, это могут быть какие-то дополнительные шевроны Это могут быть элементы на форме еще какие-либо Но все идет на основе общего для нас, для всех красного галстука Хорошо, а вот чем отличаются тогда дети? Вот, Наталья, расскажите, в ваших лагерях какая у них символика? Есть ли у них такая тоже символика? Какая у них некая общая одежда, может быть, форма? Вот такого, чтобы конкретная общая одежда и форма У нас такого не было на долгое время И хотя мы прям в последнее время уже тоже начали приходить к галстучкам К сожалению, еще одного не взяла с собой У нас цвет наш, как бы, корпоративный, он рыжий У нас все яркое, солнечное, такое интересное для детей И мы сделали тоже рыженький галстук, на нем написано кит-клуб Вот, и другие лагеря, которые мы тоже организуем, то есть, они все вместе, там, их логотипы есть И, скажем так, мы детям дарим такие галстуки сейчас в последнее время на сменах Но это не является, как бы, обязательной формой Обязательной формой, да? Да, то есть, мы им дарим это, и они, если хотят, они могут это носить Не хотят, они не носят Еще у нас в конце каждой смены, вот, это сегодня могу вам представить Мы, да, каждому ребенку, который приезжает к нам на смену, мы в конце этой смены дарим футболки И они есть разных цветов, то есть, есть черные, зеленые, рыжие, желтые Ну, то есть, разные-разные дети, которые ездят на много смен, они в конце лета, у них такой, получается, комплект из футболок Они им безумно гордятся, то есть, они там ходят и собирают А какая у тебя футболка есть, какой у тебя футболки нет А скажите, вот, а многие сейчас поддерживают эту традицию, вот, носят галстучек Вы говорите, да, что это на выбор, можно носить, можно не носить А многие ли носят все-таки? Или больше в основном не носят? Нет, футболки, да Я попробую немножко перефразировать вопрос Вот мне понятно, почему, например, пионеры имеют принадлежность, да, какую-то визуальную, имиджевую Это понятно А вы бы пошли на такой шаг, чтобы детей в лагере, плохое слово заставить, но все-таки, я его скажу, заставить, да, ходить в определенной форме Вы бы пошли? Нет Почему нет? Потому что мы за свободный выбор каждого ребенка и за, в принципе, выражение индивидуальности То есть у нас очень индивидуальный подход на сменах Мы стараемся общаться с каждым То есть именно раскрывать, как бы, ну, личность каждого И поговорить с ребенком и договориться, может быть, о том, чтобы он на какое-то мероприятие там одел Сколько детей в смене? У нас есть разные лагеря, есть лагеря, в которых буквально там 20-30 человек на смене, с ними работает 6 вожатых, то есть на 5 детей один вожатый А есть смены больше, где 200-250 человек, там, соответственно, и вожатых больше, вот, то есть разные Ну, народу много, и вы успеваете раскрыть индивидуальность каждому? У нас много вожатых, то есть мы берем, мы рассчитываем, что у нас на 5 детей едет один вожатый Вот, ну, 5-7 детей это максимум, да И получается, что вожатый, он, как пионер, он должен идти впереди, вести за собой детей, вдохновлять их на какие-то вещи И, соответственно, каждый вожатый, он своего ребенка видит и знает Вот, вожатые у нас все очень подготовленные, плюс у них всегда есть старший руководитель, которому они могут подойти, посоветоваться, каким образом, как Ну, вот смотрите, прозвучала, Ксана Кондеминична, одна точка зрения о том, что на самом деле они борются за, не борются, а стараются сделать индивидуальный подход Есть ли такое в пионерской организации? Ну, во-первых, пионерская организация одна из многих организаций, которые существуют и в Москве, и в России И ребенок, приходя в организацию, уже делает некий выбор И, наверное, если мы декларируем, что мы строим гражданское общество, демократическое общество, то мы должны как раз учить ребенка выбирать Вот он делает выбор, значит, на те дела, которые проводит организация, на те сборы, он, соответственно, приходит в форме Ну, наверное, родитель делает выбор? Нет, выбор делать должен ребенок Родитель должен, ну, точнее сказать, как, если родитель соглашается с этим выбором, то ребенок становится членом организации Если родитель не соглашается с этим выбором, то, к сожалению Ну, в общем, если... Ну, много сейчас таких детей, если не перебил? Ну, на сегодняшний день в Москве немногим более тысячи детей в Московской городской пионерской организации Есть еще несколько школьных дружин А вообще в детском движении Москвы детей много, и это хорошо, и они разные, хотя, в общем-то, многие между собой очень похожи Ну, в общем, получается, да, сделал выбор, готов быть пионером Вот раньше, чтобы вступить в пионерскую организацию, нужно было как-то проявить себя, быть отличником, быть в чем-то первым А сейчас каждый может стать пионером Значит, раньше, чтобы вступить в пионерскую организацию, надо было оказаться в массовой советской школе И пионерская организация на протяжении многих лет была элементом образования Я не готова сейчас обсуждать, плохо это или хорошо, но все, кто учились в школе, так или иначе становились пионерами На сегодняшний день это индивидуальный выбор каждого ребенка Если ребенку больше 10 лет, и он приходит в один из коллективов пионерской организации, обращается с тем, что он хочет стать членом организации У него есть возможность определенное количество времени попробовать себя, не вступая в организацию Просто посмотреть, приглядеться А потом, соответственно, на сборе принимается решение о том, быть ребенку членом организации или нет То есть еще могут и отказать? Ну, это бывает на самом деле архиредко, но бывают какие-то действительно из ряда выходящие ситуации, которые противоречат просто здравому смыслу человечеству То есть, например, когда ребенок уже что-то напакостил где-то хорошо, стоит на учете в милиции, потом решил справиться? Учет в милиции ни в коем случае не препятствует для того, чтобы ребенок вступил в организацию Есть у нас такие ребята, и у нас есть очень неплохой опыт работы с ребятами, которые находятся в пограничном состоянии, которые находятся в группе риска И зачастую эти ребята потом и снимаются с учета, и уходят во взрослую жизнь уже вполне адаптированными к социуму полноценными гражданами Состоять в организации платно? Нет Бесплатно, категорически? Сколько самому маленькому участнику, пионеру? Десять лет у нас членство в организации по уставу Кого-нибудь, кто у вас самый старший, или, может быть, один из самых старших? Сколько это лет? Ну, это район 60 То есть, это люди, пришедшие из той организации, которая была, собственно говоря, в той стране И которые на сегодняшний день вместе с организацией ее модернизируют, помогают ей, работают в ней активно Появление пионерских организаций датируется 1921 годом Идея формирования пионерии была высказана Надеждой Крупской Именно тогда государство для воспитания нового поколения молодых людей потребовалось создать молодежную организацию В основу пионерии легло движение бойскаутов, которое возникло в Англии в начале 20 века Здесь ждалось оно на опыте детских и подростковых организаций, спортивных клубов У его истоков стоял национальный герой Британии, английский генерал Роберт Баден Пауэлл Свой первый день рождения пионеры отпраздновали 19 мая 1922 года «Будь готов!» Девиз пионеров заимствован у скаутов так же, как и символик и ритуал и традиции Три конца пионерского галстука символизировали нерушимую связь трех поколений Коммунистов, комсомольцев и пионеров А на пионерском значке красовались развивающийся флаг, зеркомолок, костер, а также девиз пионеров Закон пионеров Советского Союза должен был знать наизусть каждый пионер Пионер предан родине, партии, коммунизму Пионер-товарищ и вожатый октябрят Пионер-друг пионерам и детям трудящихся всех стран До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака Но после смерти Ленина ее переименовали Звучало название организации уже так Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина Сначала пионерские отряды создавались в качестве организации при городских домах воспитания Своего рода прообразок будущих домов пионеров К началу 1925 года в СССР насчитывалось до полутора миллионов пионеров А что конкретно делают у вас пионеры? Если раньше они помогали людям Если утро начиналось с горна Есть какие-то у вас сейчас символы? Что вот они делают? Ну горный барабан это атрибут, которые остались в организации И лагерное утро действительно начинается с горной Если это лагерь пионерский А что делают пионеры? Практически у всех коллективов Московской городской пионерской организации Есть свои направления деятельности В которых она и лучше у нее это получается Ей это больше нравится И в чем она преуспевает Ну какие это конкретно? Конкретно сейчас расскажу Естественно одно из направлений нашей деятельности Связано с историей Великой Отечественной войны С той памятью, которая на сегодняшний день Ребята собирают воспоминания оставшихся ветеранов и детей войны Мы регулярно выезжаем к малоизвестным памятникам У нас есть программа по фиксированию этих памятников По их очистке, по передаче материалов Об этих памятниках в соответствующие органы государственные Потом у нас есть наработки по экскурсионной работе По местам боев Это для ребят уже не членов организации Соответственно наша операция Робежислава Стала еще и операцией детского движения Москвы Которая присоединилась, поддержала нас И теперь в ноябре, в декабре месяце Фактически все организации Москвы Детские Поддерживают нас, выезжают на Робежиславы Встречаются с ветеранами На мой взгляд Можно сказать, что с вас берут пример Ну не то, чтобы с нас берут пример Мы как бы предложили это И тебе понравилось Ну и мы стали, ну так вот, зачинщиками Ну не нужно скромничать У нас есть у некоторых коллективов устойчивые связи с детскими домами В которые выезжают наши ребята с игровыми программами С творческими программами Потом у нас есть акции по как раз таки отдых для ребят И социально незащищенных семей вместе с нами За счет чего, в общем-то, ребята получают возможность Раскрытия своих творческих способностей Поучаствовать в военно-спортивной игре Зорница и так далее Практикуете вы в своих Сейчас в нынешних лагерях Тоже поездки с детьми Куда-то что-то помогать Где-то может быть детский труд эксплуатировать В практике Нет? То есть дети только развлекаются И никуда не ездят В принципе Мы проводим тематические мероприятия для детей Развлекательные Обязательно Сегодня 22 июня День начала войны Обязательно на сменах На всех Не осталось это событие незамеченным Безусловно Обязательно проводятся какие-то тематические мероприятия Чтобы детям об этом рассказывать Напоминать Мы тоже стараемся, чтобы они знали историю То есть какой-то образовательный элемент носить Программы, естественно Образовательные, воспитательные Но вот такого, что мы вместе с детьми Ездим куда-то что-то делать Какие-то социальные проекты реализуем У нас такого нет У нас в основном дети Обязательно А какой диапазон у вас возрастной у детей? От 6 до 18 А вот газету, которую читают дети Целевая аудитория Возрастной диапазон 9-14 лет Вот так вот 9-14 лет И тираж? 15 тысяч экземпляров Хорошо Кстати, можно еще добавить Когда готовили мы этот номер Я еще больше к ребятам стал с большим уважением относиться Вот пионерские организации в тех регионах Которые пострадали сильно от лесных пожаров Там ребята очень серьезно участвуют в работе По восстановлению лесов Олег, а к тебе в редакцию приходят детские письма какие-то? Ну, сейчас чаще по электронной почте Хорошо, по электронной Что пишут дети? Приходят, приходят Конечно, в первую очередь Это такие творческие инициативы Ребята Что-то придумал Написал стихотворение Рассказ О чем сейчас пишут современные дети? Я думаю, что о том же А вы их как-то стимулируете к этому? Отгадаете кроссворд? Напишите рассказ? Или они сами обращаются к вам Потому что они благодарны за то, что есть такое? Ну, и так, и так Мы стараемся и конкурсы проводить И на своих страницах рассказывать о конкурсах Поддерживать конкурсы, которые проводятся Будь то, опять же, какой-нибудь литературный конкурс Или конкурс рисунка Вот сейчас мы, например, поддержали конкурс «Природа и мы» Это проводит педагог московский Художник И он же руководитель, кстати, детской общественной организации И вот со всей страны, даже из других стран Люди прочитали И сами ребята Ну и, понятное дело, педагоги Об этом конкурсе И прислали замечательные рисунки В которых нарисовали родную природу Животных любимых А мы с удовольствием эти рисунки опубликовали Вот, например, вот такой пример общения Хорошо Наталья, а у вас дети, когда уезжают из лагеря Они оставляют на память какие-то рисунки? Очень много А что они рисуют? Все, они рисуют себя Они рисуют... В зависимости, давайте от возраста детей Ну, давайте То есть, ну, маленькие рисуют себя Рисуют вожатых, там, солнышки, тучки Ну, в общем, все, что угодно Мы также и конкурсы проводим Что вижу, а то упою Ну, да, по сути Вот, мы для них проводим там конкурсы рисунков И мы очень широко пользуемся У себя на сменах Особенно для вот ребят, которые до 12 лет Которые маленькие Мы делаем с ними маски Мы делаем с ними различные поделки Из природных материалов Мы с ними пишем стихи Там, всякие сказки Ну, то есть, все, что угодно Театры пальчиковые делаем То есть, когда-нибудь ребенок рисует вот здесь На пальчике себе что-то И придумывает себе героя То есть, так себя выражает Они там разговаривают этими пальчиками, ручками Вот, то есть, все это мы делаем, естественно А как вот вам удается и вам, и вам Занимать ребенка в эпоху компьютеров и так далее Потому что я знаю, что такое Зависимость там от компьютера, от интернета, от игр Как удается досуг организовать? Легко ли они вовлекаются в это сейчас? Ну, у нас, во-первых, можно я ответить на вопрос? Да, конечно Во-первых, мы просим изначально родителей, чтобы они не давали детям в лагере всякие пи-спи, телефоны и вот такие вещи Потому что, во-первых, дети их теряют, а во-вторых, они им реально не нужны То есть, у нас программа насыщена до такой степени, что она, я думаю, как и во всех остальных лагерях, да Что ребенок встает, он там сразу идет на какую-то тематическую зарядку Он там уже заряжается, как бы, тематика сегодняшнего дня, что у него будет Потом мы идем кушать Потом у них, то есть, у них каждый, у нас везде реально расписано, прям поминутно И дети, они имея в руках вот это вот что-то, да Они начинают играть в привычки Если у них ничего нет, они даже не вспомнят об этом Вот, то есть, как-то вот таким вот образом Но в вашем случае, я так понимаю, они уже приходят замотивированными Нет, абсолютно нет У нас чаще всего приходят ребята, которые либо где-то были на наших каких-то делах Либо которые просто где-то услышали, приходят посмотреть Но обычно после первых каких-то выездов начинается уже тут выбор, вопрос выбора Приходить, не приходить Потому что помимо как раз вот творческой части, составляющей игровой Есть еще какая-то составляющая ответственности Где надо уже не только играть и прыгать, бегать и резвиться Но надо делать что-то и за что-то отвечать Здесь, конечно, немножечко в Москве сложнее В лагере-то всегда проще, в лагере-то такая атмосфера В маленькой жизни Но тем не менее, все равно ребята приходят как бы с трудом отрывая себя от компьютера, от PSP Ну а потом как-то так втягиваются, втягиваются В последние годы наблюдается возрождение пионерского движения Кто они, новые пионеры? Чем они отличаются от пионеров советского прошлого? Казалось бы, что плохого в ностальгии и попытках возродить слишком хорошо забытое старое? Однако идея новой пионерии вызывает неоднозначную реакцию Кто-то выступает исключительно за Говорит о том, что нужно помнить свою историю, возрождать утраченные ценности Некоторые же считают новую пионерию плохой пародией на то, что было Воспринимают ее как попрание традиций О том, как функционируют пионерские организации сегодня, можно узнать, посмотрев на работу одной из них Районная пионерская организация Раменки старается возродить традиции и ценности советской пионерии Пионер всем пример Этот принцип остается в основе воспитания современных пионеров и по сей день Чем же занимаются новые пионеры? Они также играют в зорницу Они хранят память о годах Великой Отечественной войны Несут караул у вечного огня Участвуют в деятельности поисковых отрядов Атрибуты у новых пионеров, кстати, все те же И пусть гарнистов сегодня маловато, зато барабанщики с лихвой компенсируют их нехватку Знамя, символ пионерии, также сохранилось Оно, знак гордости и силы, развивается на ветру и сегодня Еще один признак, по которому вы можете узнать пионера в толпе – галстук Сегодня толкование трех концов галстука несколько изменилось Однако на то пионеры и новые Вообще традиционно он означает три конца Ну, если вы слышали, там, конец, а первый конец – все искорки Ну, такие маленькие дети, которые еще не пионеры, но они тоже к этому относятся Вторые – это пионеры, ну, вот этот конец Например, искорки – это пионеры, а сзади инструкторы – это дядь такие большие Ну, они уже взрослые И узел, он объединяет их все А на меня галстук – это, ну, не знаю, символ пионерии Словом, пионерские традиции имеют продолжение и сегодня Молодежь и взрослые активно участвуют в их поддержании и обновлении Почему они это делают, спросите вы Им просто не все равно Не могу не процитировать следующее содержание Взветьтесь кострами синей ночи Мы пионеры, дети рабочих Вы не помните дальше, я вам напомню Близница эра светлых годов, клич пионеров – всегда будь готов Я помню дальше Гимн начинался пионеров? Это исторический гимн, да, он как бы остался как история Потому что, ну, как бы те взрослые, которые работают на сегодняшний день в пионерской организации Считают, что топтать свою историю – это грех большой И всегда очень легко после каких-то событий поливать себя грязью и забрасывать камнями А надо жить с тем, что есть, и уметь гордиться тем, что ты имеешь Сейчас у современных пионеров нет нового какого-то современного гимна пионера? Нет, потому у каждой организации есть свои песни коллективов, которые они поют, свои эмблемы Вообще творчество в этом отношении у нас очень сильно развито, иногда даже с перебором Потому что одна эмблема, вторая эмблема, ребятам это нравится Ну, в общем, как бы мы это поощряем А в детском лагере? Есть у нас гимн? Да Мы над ним работаем Нет, на самом деле у нас было много достаточно вариантов гимна Решили остановиться на гимне России Да, гимн России, да, мы его поддерживаем Ну вот, кстати, в продолжение темы, да, что было, что есть Сейчас нам очень интересно, вот было торжественное обещание пионера Я юный пионер СССР перед лицом товарищей торжественно обещаю, что? Так, я, ну допустим, Синявская Оксана, вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Ленина Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия Я, как бы, поскольку была пионеркой, я это помню Сейчас торжественное обещание другое И поскольку организация не политическая, то никаких политических обещаний оно не дает А звучит оно, что перед лицом своих товарищей ребенок обещает горячо любить свою родину Выполнять законы пионеров и беречь традиции организации Законы пионеров, их 10 Все они связаны с определенными общечеловеческими принципами Они связаны с тем, что необходимо помогать и протягивать руку Тем, кто нуждается в помощи Они связаны с тем, что необходимо не обижать слабых Ну и все то, что вот... Все то, что было, сохранили Все то, что и было, и оно вот лежит на поверхности Ничего такого нового и сверхъестественного Но, пожалуй, кроме того, что в нас в законах есть Пионер не должен нести свои вредные привычки в организацию Потому что, как известно, возраст курящих детей у нас достаточно низкий Мы пытаемся пропагандировать здоровый образ жизни Но это не повод для того, чтобы не принимать ребенка в организацию Опять же таки Олег, что касается вашей информационной политики Как вы с детьми? Может быть, вы ведете какие-то рубрики или какие-то советы, может, вы даете? Как у вас работа построена? Мы стараемся рассказывать детям действительно максимально широко, подробно О том, чем они могли бы заняться Где они могли бы себя найти Стараемся рассказывать и о детском движении О детских организациях, пионерских организациях Стараемся рассказывать о том, где они могли бы себя реализовать Как творческая личность Современная афиша для детей И это тоже безусловно Мы, например, используем в своей работе как раз пионерку Потому что нужно всегда найти и о конкурсах, и о каких-то интересных делах других коллективов Да, чтобы есть у ребенка интерес к техническому творчеству Роботов ему интересно собирать Чтобы попала ему в руки пионерская правда Чтобы с пионерской правдой он узнал, куда он может пойти Где он мог бы по-настоящему заняться И серьезно этим делом уже Найти сверстников, друзей, товарищей, вместе с которыми он мог бы этим интересным делом заниматься Найти союзников по своему делу интересным Часто ребята придумывают какое-то интересное, даже детская организация, интересное дело в Москве И потом эту инициативу подхватывают в других регионах И иногда бывает так, что прям одновременно в одно и то же время Наш корреспондент из Хабаровского края пишет Вот придумали там ребята энергосберегающие лампочки вкручивать Дарить ветеранам вкручивать И учить их тому, что такое энергосбережение И практически в это же время Московские ребята тоже придумали точно такую же акцию Но это я имею в виду как раз ребята из детских организаций Нам очень нравится ваш энтузиазм Потому что формат детского СМИ, это, конечно, не самая распространенная вещь на медиарынке Наталья, расскажите, допустим, мы говорим о правилах пионерии Мы говорим о том, как СМИ работает А вот давайте поговорим о, допустим, патриотизме Как в лагере вы работаете в этом направлении с детьми? Вот тоже какие-то правила, может быть? Правила есть в любом случае То есть это, наверное, закон Любой человек, который был когда-то в лагере То есть что мы делаем в первую очередь? Мы сначала спрашиваем у детей, а что вы ждете от смены? То есть зачем вы сюда, собственно, приехали? И потом мы с ними договариваемся о правилах То есть которые будут действовать на территории лагеря Соответственно, эти правила, там в этих правилах есть И правила уважения доброго отношения И правила там зеленого друга По-другому это называется как угодно В общем, суть не рвать ничего И не бережно относиться к природе вокруг И все-все-все вот эти правила То есть они как бы, они существуют В плане, если говорить именно Ну, перевозить это на патриотизм Да, вот на патриотизм Вот как пример Вот патриотизм темы надо развивать Если нужно развивать тему патриотизма Я считаю самым эффективным Это провести какое-то мероприятие Где мы детям можем дать возможность Например, попробовать себя в роли различных Мне почему-то это пришло в голову Организовать мероприятие Где дети могут попробовать себя Часть японской культуры Часть китайской культуры Часть еще какой-то культуры И в итоге понять, что им больше это нравится То есть, ну почему нет? То есть, так можно привести И плюс мы стараемся на самом деле Детей знакомить со всеми культурами То есть, у нас там был У нас мы проводим лагеря выходного дня В течение года То есть, это выезды на два дня В субботу и воскресенье, собственно То есть, ребенок заканчивает учиться в школе Собирается, уезжает в лагерь И там, соответственно, проводится какой-то лагерь У нас была тема Почему-то про это вспомнила Была тема «Вокруг света за два дня» То есть, мы за два дня делали им реально Интересные мастер-классы Интересные там погружения в культуры Виртуальные путешествия Да, виртуальные путешествия В итоге дети были просто в восторге Им костюмы делали То есть, они там пробовали себя Идеть там, одеться в разные наряды И, то есть, мы наоборот стараемся Скажем так, пропагандировать С одной стороны, да, любовь к родине Я живу в России, я ее люблю И вожатые в первую очередь своим примером То есть, ну Подают Важная тема вообще патриотизм Подают такой пример Это же долгосрочная работа Вот дети уезжают Я вот понимаю, в пионерскую организацию пришел А там, как бы, более еще все ровно с патриотизмом Мне так кажется А вот в лагере дети уезжают Работа закончена Да, забыли Сравнивать наша культура больше не с чем Вы знаете, на самом деле Это я не ставлю лично себе цель Если я увожу детей на смену Я не ставлю себе цель привить им патриотизм Почему? А зачем? Ну, потому что там есть детская среда И если человек в детской среде понимает Что все находятся в изучении Как-то патриотизма Они все объединены Сплочены Мне кажется, это больше эффект воздействия Как бы больше воспитания Когда он дома Воспитание родителей, наверное, не такое сильно будет Как вы думаете? Я думаю, что детская среда очень сильно действует на детей Вот, но я думаю, что родители тоже на детей действуют И на смене мы имеем возможность детям что-то предложить То есть я, там, уезжая с детьми на смену Я имею возможность им предложить разные варианты И сказать им о том, что да, я очень люблю свою страну Я горжусь этой страной И я хочу здесь жить Вот И это, возможно, скажут другие вожатые Которые, соответственно, с нами находятся рядом Личный контакт Да, то есть личный пример Но именно цели развития патриотизма мы не ставим Мы ставим цель Это полноценное развитие ребенка И если он, скажем так, я считаю, что ребенок Должен быть в курсе всего, что происходит на свете И то есть он должен быть в курсе Другие страны, они же тоже хорошие И там люди живут очень хорошие У нас есть там языковые лагеря, куда мы привозим наоборот людей Там носители языка Англичан, американцев, да И они им рассказывают про свою культуру Они разговаривают с ними на этом языке И ребенок учится как бы толерантности Да, там у нас были афроамериканцы Приезжали к нам Очень классные ребята Работали с детьми вожатыми То есть там было трое русских вожатых Двое афроамериканцев Как носители языка Вообще не говорящих по-русски, в принципе Вот Дети с ними общались То есть я считаю, что это важно Воспытать толерантность к другому человеку Ну который тоже хорош, тоже замечательный Но просто не похож на тебя А сохранилась традиция писать письмо зарубежному другу? Да Да, вы пишете до сих пор? А пишете тоже виртуальному какому-то? Или вы уже там знакомитесь? Нет, у нас знакомятся дети У нас есть, опять же Мы выезжаем на программу в Америку с детьми У них там они знакомятся Они общаются Они переписываются по почте, по электронной Какими-то там на фейсбуке они общаются То есть мы предоставляем детям возможность И в принципе мы стараемся, чтобы дети общались максимально Причем общались со всеми И друг с другом, и с вожатами У нас очень такая дружеская атмосфера В том плане, что у нас совершенно ребенок Может спокойно позвонить директору лагеря И с ним поговорить на тему, которая ему интересна Да, или написать ему там ВКонтакте, где-то еще То есть мы это поддерживаем Олег, а у вас дети пишут? Ты не знаешь куда-нибудь? Своим иностранным друзьям Ну у нас есть юные корреспонденты Ребята, которые публикуются, ну постоянно Которым интересно писать Вот одна девочка вот в таком международном лагере Как раз училась в таком интернациональном коллективе И она написала об этом, рассказала в нашей газете О своем опыте общения с ребятами из других стран И потом даже вслед еще было две или три публикации Она рассказывала именно о своем общении Как она дальше продолжает и поддерживает дружбу с ребятами Вот из других стран, с теми, с кем она познакомилась И кстати говоря, среди наших авторов, например, есть ребята Ребята, ну брат и сестра из Сингапура Вот, ну они из такой семьи, интернациональной И девочка стихи пишет и на русском, и на английском Ну мы, понятное дело, перевод публиковали А брат рассказал о регби Написал о том, ему интересно, как он увлекается Играет в своей школе в регби Хорошо, ну вот что мы имеем Полноценные СМИ для детской аудитории Которые полноформатно охватывают разные уровни письма детей Пишут для детей и так далее Пионерскую организацию, которая не по-старому Но с какими-то своими традициями Куда приходят уже дети Осознанно занимаются пионерской деятельностью И, конечно, лагерь, где дети проводят лето, свободно Отдыхают От родителей Да, от родителей На клагерях круглый год Круглый год, тем более Вот теперь, на самом деле, серьезный вопрос Для всех троих, но по очереди Оксана, начнем с вас Вот с какими трудностями сталкивается сегодняшний пионер Наши программы, которые у нас есть И которые мы могли бы как бы Больше приносить пользы Требуют поддержки финансовой Финансовая поддержка Всегда проблема, где ее найти, как ее найти Потом Соответственно Ребят Возникают проблемы с тем, что у нас есть тоже лагерные программы Интересные и замечательные Вопрос опять финансовой поддержки То есть одна из очень серьезных для нас сейчас проблем Финансовые ваши организации? Мы ищем финансовой поддержки Поскольку у нас Организация не имеет своих финансов То мы, кто бы подал Это называется Единственное, что нас очень поддерживают Как бы наши выпускники Спасибо большое комитету общественных связей Дома детских организаций Чем могут помогать А государство каком? Ну вот комитет общественных связей Это же государство, это правительство Москвы Но на самом деле помощи все меньше, меньше и меньше Меньше, меньше и меньше Олег, скажите С какими трудностями чаще всего Сейчас сталкиваются современные дети На ваш взгляд? Ну, в большинстве случаев Действительно, ребята Не сориентированные Не, по большей части Предоставленные Сами себе При этом дети из благополучных семей Часто да Часто да И, наверное, во многом это такое одиночество, что ли Ребенка Вроде такой современный мир Это столько и технологий, и возможностей для общения А ребенок один А ребенок один И в то же время Это проблема социального одиночества Да В принципе А как вы, может, вы как-то принимаете какие-то шаги Как можно вообще повлиять на эту ситуацию? Вы лично что делаете? Ну вот мы Пытаемся найти пути досуга В том числе и досуга В том числе и общение Чтобы Ребенок понял Что он не один И нашел И в газете своего собеседника И через газету Живых Таким, друзей, собеседников, соратников Вот по какому-то интересному Делу Хорошо Наталья Мне кажется Что Основная проблема Детей из благополучных семей Которые сейчас едут Можно и не Вообще Срез Давайте возьмем Тестное Детей нет проблем Им хорошо Ну изначально Ну хотелось бы так думать Но ведь все же объективно В принципе То есть Основное число людей Ну основное число детей Они пока не взрослые Они пока не придумали себе Миллион проблем Они Ну может быть это мы так считаем Ведь в любом возрасте Моя проблема Она самая важная Понимаете Ну да В конце концов Детские судьи В этом плане согласна Мне кажется Основная их проблема Это то что у них Если говорить про детей Вот про детей Которые помладше Да Возможно Да Они не могут Как бы Москва Дети не гуляют Они приходят из школы И все Они находятся дома Им хочется погулять Им хочется общаться А на улице страшно Родители не выпускают Соответственно Лагерь тоже не круглый год Да Ну то есть Да В лагерь можно поехать Но это не круглый год И получается Что ребенок Начинает общаться В интернете В контакте Ну то есть Как бы уходит туда Постепенно В этот мир И поэтому Ему немножечко сложно Потом становится Строить отношения Со сверстниками То есть Вот это для деток Которые помладше А дети Которые старше И они допустим Преодолели этот момент Да То есть все таки Хорошо умеют общаться Хорошо умеют строить отношения Себя нормально чувствуют В коллективе в детском Уже им можно ездить Там на разные станции Метро Там встречаться Здесь там С другими ребятами Гулять Вокруг очень много всего И Вот Называется Делай что Что хочу То и делаю Да И вот эта проблема Именно найти себя И найти Как бы совершить выбор То есть Кем я хочу быть Какой я На кого мне быть похожим А для подростков Важно быть на кого-то похожим Им хочется найти Какого-то авторитета Для себя Какого-то лидера То есть На кого я хочу быть похожим Куда мне идти Они начинают буквально Там уже с 13 лет Они уже думают И куда они будут поступать То есть Как бы кем они будут в итоге Кем они будут в будущем И то есть Вот в этом плане Как бы мне кажется Очень важно Наверное заниматься Если говорить Про общественную деятельность Да В школах В организациях В общественных То есть Как бы заниматься Определенной профориентацией То есть Человека ориентировать в жизни То есть А кто я Что у меня лучше получается А что я больше хочу И давать ему возможность Немножечко это попробовать То есть Как бы на вкус Как вот Я хочу быть врачом А как мне Для этого сейчас существует Я знаю Очень много Всяких таких штук Типа промышленный туризм И многие школы Этим занимаются То есть Смысл в том Что дети приходят В какую-то организацию И смотрят им Допустим Человек, который в больнице работает Ну рассказывает Как это работать Что То есть Ну У ребенка есть возможность Посмотреть У нас Для Москвы Очень еще сейчас Острая проблема От социального расслоения И Подчас Дети у которых Возможности Значительно меньше Чем возможности У их сверстников Из благополучных И Более того Семей Испытывают И агрессию И дискомфорт И в общем-то Очень много Негатива В связи с этим При этом Опять же таки В силу того Что таким детям Подчас Нечем заняться А у нас Если раньше Была развита Система доп. образования Она потихонечку Делается платной Кружки секции клуба Делаются платными То эти дети Обречены Либо на В лучшем случае Там Если есть возможность В семье Иметь компьютер ПСП Что-то такого Плана Но это лучший выход А худший выход Он попадает В достаточно Озлобленном состоянии Хорошо Если это дурная компания Но у нас Очень развиты В Москве сейчас Нацистские организации Националистические организации А у нас еще Наркотиков Не в меру много Их можно купить На любом Перекрестке Было бы только Желание и деньги И начинается Очень Серьезный Откат детей Вот в сторону Этого негатива И в сторону Социальной озлобленности Современные пионеры Конечно же Отличаются от тех Что были раньше Однако Приятно Осознавать Что подобные организации Все же существуют И досуг подрастающего поколения Проходит с пользой Поддержание традиций Формирование новых Стремления Сделать лучше себя И мир В котором ты живешь Вот наша главная задача К выполнению которой Всегда готовы Это была программа Все свои До встречи На следующей неделе Спасибо за беседу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова